Всем привет, с вами Priya, и сегодня запустим некий рассудительный монолог на тему, как найти хорошую гильдию для себя. Гильдий много в текущий момент, людей много приходит, кто-то составляет конкуренцию друг другу, и это в принципе интересно. Но стоит помнить, что не все гильдии рейдят ради прогресса, некоторые гильдии рейдят ради коммерции. Я это осуждаю, и мы еще, конечно же, поговорим об этом. Самая главная мысль будет сказана в конце видео. В конце видео я обязательно скажу, кто может 100% впадать в статик, и какие типы людей могут попадать в постоянные рейдовые группы. Ну, стоит понимать, конечно же, то, что данный видосик идет только для тех людей, которые либо недавно начали играть, либо только недавно вернулись спустя там лет 5-10, или просто-напросто столкнулись с проблемой поиска статика. Те, кто находится рангом повыше, там в топ, условно, 100 гильдий ру-сегмента, не думаю, что они узнают что-то новое из этого видосика для себя. У них и так все прекрасно. Ну, начнем с самого обычного. Что такое статик? Статик — это постоянная рейдовая группа, которая хочет убивать боссов, которая прогрессирует, которая эволюционирует, которая просто-напросто совершенствуется и улучшается. Скилл кап в данной игре относительно мал. Что вам нужно делать в рейде? Выйти из войд-зоны, выдать хороший ДПС, нажимать правильно кнопки, слушать команду РЛа и перемещаться так, как нужно рейду. В принципе, все. То есть, 5 обычных действий в теории помогут убить босса. Если какое-то действие вы не выполняете, ну, босс навряд ли умрет на освоении. Конечно, смотря от каждого босса задачи ставятся разные, ну, на то особая тактика на боссах, иначе если бы все везде было бы одинаково, то игра была бы достаточно скучной. Но, в принципе, справиться с тем, что в текущий момент предложено в Варкрафте, с теми аддонами, которые есть на текущий момент, действительно более легко, чем было это раньше. Мы не будем, конечно, рассматривать то мифическое освоение, к примеру, которое идет на актуальное время, на каких-нибудь там сложных боссов. Но если рассматривать первых мифических боссов, если рассматривать героек, то в большинстве своем это просто правильное исполнение своей роли. Уже там ближе к ластам мифическим приходится извращаться, что-то интересное делать. Как показывает практика, до мифических боссов, которые без нерфов, без ослаблений находятся в текущий момент, добирается лишь только 1% гильдий. Тот 1% хардкорных гильдий, которые все свое свободное время вливают в данную игру. То есть, они сидят чуть ли не 24 на 7, они осваивают боссов, они прогрессируют на своих персонажах в плане эквипа. В текущий момент еще и шею нужно прокачивать, эссенции добавились в 8.2. То есть, контент для улучшения персонажа в текущий момент очень велик. И это сложно реализовать. То есть, к примеру, самый обычный человек захочет, если и рейдить относительно прогрессивно, и жить жизнью, не получится. То есть, придется большее время вливать в Warcraft, потому что локалки, дейлики, прокачка силы Азерита, одевание свое, которое тоже, в принципе, присутствует в этой игре и весьма хорошо пользуется в текущий момент успехом, его нужно делать просто-напросто. Также, помимо хардкор, конечно, гильдий того самого 1%, существуют гильдии типа 7 хардкор. 7 хардкор гильдий рейдят чуть слабее, но все равно представляют из себя такой основной коллектив Warcraft, который более-менее закрывает боссов в актуальное время, там, с парочкой нерфов. И чувствуют себя, в принципе, хорошо в данной игре. Они не рейдят по 16 часов в день, но, по-моему, рейдят 5-7 дней в неделю, и при этом, там, 4-6 часов. То есть, время освоения рейда, в принципе, тоже неплохое получается, там, 30 часов в неделю, это неплохо, можно очень хороший прогресс сделать при этом, если люди приходят вовремя, если люди готовы играть, и все настроено на прогрессирование. Но и не стоит забывать о казуал-гильдиях, гильдиях каких-либо друзьяшек, там, где сидят люди, которые просто любят приятно пообщаться, когда-нибудь с кем-нибудь собраться из гильдии, сходить в рейдик. Ну, то есть, просто ребята получают удовольствие от игры, играют for fun, скажем так. А если сказать пару слов о коммерческих гильдиях, то это зло, в котором вы будете вынуждены проходить один и тот же рейд больше одного раза в неделю, в одной и той же сложности. Это скучно, это отбивает желание играть, как я считаю. И в итоге, можете просто-напросто в бан улететь в тот момент, когда будет волна банов. Вы хотите терять своего персонажа? Я так не думаю. Даже не соглашайтесь на какие-либо коммерческие рейды. Да, в текущий момент я нахожусь без статика. 10 лет нахожусь в этой игре, и, ну, честно говоря, приходить в условленное время, а если ты не пришел, то, получается, ты людей подставляешь. Чаще будет происходить такое, что просто-напросто не смогу конкретно вечером, так как большинство гильдий все-таки это вечерние РТ, а у меня из-за часового пояса это еще и плюс 4. В итоге получается РТ ночью, но ночью как-то хочется поделать свои дела, ночью хочется поспать, ночью хочется какие-то мысли подумать, о контенте будущем подумать. И в итоге, если я буду ночью рейдить, это будет забирать мое активное время на рейды. Ну, я не особо вижу в текущий момент в этом смысла. Само собой, если вы заинтересованы в рейдах, то что вам может помочь в поиске? Статика для себя. Сайт WoW Progress, мы регистрируемся там и ставим нужные галочки, думаю, там все прекрасно поймете. И все, ждем просто-напросто, пока нам кто-нибудь напишет. Либо мы сами прокликиваем гильдии, которые заинтересованы именно в нашем классе специализации, и пишем тем людям, которые привязаны к этой гильдии, те, которые находятся в этой гильдии, о том, что нужен ли такой класс спекам, не нужен ли, говорим, общаемся с ними. Самое главное в этой игре, конечно же, коммуникация, на то она и MMORPG. Договариваемся с людьми, общаемся с людьми, находим что-то общее, находим какой-то общий компромисс на вступление в рейд, на вступление в статик и все такое прочее. Если вы находитесь на другом сервере, например, но вам хочется найти гильдию на Гордуне, Гордуне это в текущий момент самый населенный сервер за Альянс, но, по-моему, за Орду это Ревущий Фьорд и, возможно, Свежеватель Душ. Если информация неправильна, то будьте добры, в комментариях поправьте. Так вот, если вы играете на каком-то незаселенном сервере, то можно что сделать? Можно через сайт WoW Progress написать людям на прямо самом сайте, то есть человеку, который занимается редактированием странички гильдии о своем персонаже, написать его можно. Либо же мы можем зайти на какого-нибудь там персонажа первого левела и уже конкретно в игровом чате все обсудить. Ну, какие-то гильдии любят обсуждать что-либо в Дискорде с своими новыми рекрутами для инвайтов и все такое прочее, чтобы создать картину о человеке, чтобы понять его психологический настрой, потому что есть люди в игре агрессивные, и есть люди в игре не особо агрессивные, которые спокойно готовы рейдить, несмотря на какие-либо вайпы и прочие негативные вещи в рейде. Ну и обещанная минутка разговоров о том, каких людей обязательно возьмут в стадик. В стадик обязательно возьмут того человека, который играет, скорее всего, давно, который в текущий момент сидит достаточно много в игре, который хочет и любит прогрессировать. Далее тот, который засиживается в мифик плюсах, потому что в текущий момент мифик плюсы обеспечивают большущий спектр для того, чтобы просто-напросто апнуть свой итем-левел вне рейдов. Я не особо рейдил в этом контенте, я убил там 6 боссов в героике, у меня упало 3 героя к шмотке, одна 430-я, другая 430-я и еще одна 440-я. Общий эквип у меня 434,5, как видно по кругу в правой части экрана. Также не забываем мапать нег. Нег в текущий момент обеспечивает нам открытие азеритовых сущностей, открытие азеритовых талантов, а именно центральных для повышения итем-левела. И тот человек, у которого все эти показатели, ранее сказанные, будут выше, будет иметь большую вероятность попадания в статик. Если рассматривать 430-го дамагера и 420-го дамагера, конечно, возьмут, скорее всего, 430-го, потому что он сделал определенные действия для того, чтобы свой эквип повысить. Запомните такую мысль, что в текущий момент люди настолько сильно обленились, что, проявив трудолюбие в этой игре, вас обязательно возьмут в тот статик, который вы захотите, скорее всего. Всех вам благ, счастья, здоровья, хорошего поиска гильдии. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого, берегите ноги.